Привет, Василиса! Привет, Рома! Ну что ж, посмотри внимательно на этот стол. Есть идеи, чем мы сегодня будем заниматься? Я вижу овощи и фрукты. Аппетита у меня не появилось. Нет, не переживай, есть мы это не будем. Дело в том, что это все реквизит. И с помощью него мы сейчас будем делать газ. Ну то есть, если говоря строже, биогаз. Ладно, хорошо, то есть такой же, как метан, только био. Сейчас на редкость непонятно высказать. Это я просто интригую. В общем, помогай мне. Ты умеешь чистить картошку? Да. Хорошо, тогда почисти картошку и очистки сложи в блендер. Также почисти яблоки и бананы. И их очистки тоже сложи в блендер. Мы будем делать с тобой классный коктейль. Только не забудь добавить водички, хорошо? Сразу говорю, даже ради науки я эту бурду пить не буду. Не переживай, пить мы ее не будем. Мы будем делать биогаз. Ну а я возьму самую сложную работу на себя. Как всегда, в общем-то. Сейчас из всего этого я создам установку по производству биогаза. Очень значительно звучит. Только какая разница между биогазом и просто газом? Разницы не так уж много, как кажется на первый взгляд. Природный газ состоит в основном из метана. Метан на латинском называется метанию, что означает болотный газ. Вот ты, например, видела в лесном болотце пузырьки такие со дна идут? Да. Метан. Он образуется в результате гниения ила и других остатков животного и растительного происхождения. Банановая кожура тоже сама по себе отход растительного происхождения. Конечно. Метан имеет формулу С-Х-4. То есть это простейший углеводород. А еще он не имеет ни цвета, ни запаха. Ром, у меня все готово. Ну, коктейльчик получился. Только это у тебя еще не метан. Метан выделяется в процессе брожения. Попросту говоря, бактерии там пожирают органические остатки. Биогаз состоит из метана, углекислого газа и небольших примесей. Итак, это баллон-накопитель. Туда мы поместим наш получившийся коктейль. Давай, помогай мне. Открывай. Ух, то, что надо. Давай. Давай добавим туда водички. Может, я? Давай, конечно. Еще нужно обязательно добавить туда ведро навоза. Фу! Ладно, сейчас я не буду его добавлять. Просто покажу, как это работает. Мы закрыли крышки баллон-накопитель. Обрати внимание, от него идет такой шланг. И биогаз будет появляться вот в этой шине. Для этого мы должны просто прикрутить вот сюда этот тросик. Угу. Так, посмотри, как получилось. Ну что, теперь нам осталось только подождать. А сколько ждать? Так, ну, я думаю, что хватит дней семь. Дни семь? Да. Меня настолько родители не отпустят. Не переживай. Тебе столько ждать не придется. Дело в том, что неделю назад я проделал тот же самый опыт. И вот что получилось. Биогаз в камере. Класс, да? То есть мы сделали баллон номер два. А был еще и номер один, да? Да, все верно. И, кстати, я каждый день записывал видео. И наблюдал, как этот баллон-накопитель расширялся. Посмотри. Я поместил в эту бочку очень много очистков от яблок и кожуры от бананов. Также я подсоединил к бочке обычный шланг и вот такую велосипедную камеру. За неделю здесь произошла химическая реакция, и она полностью наполнилась биогазом. Поэтому, когда сейчас я открою этот кран, наша камера тоже наполнится биогазом. Поехали! Круто! Ну что, Василиса, прямо сейчас мы с тобой узнаем, получился ли наш эксперимент или нет. Так. Если газ, то будет огонь. Все верно. Это мы кладем сюда. Получилось! Смотри, сработало. Круто! Давай, ставь чайник. Оп. Ладно, ты пока режь тортик и наливай чай, а я тебе расскажу, как добывается метан в промышленных масштабах. Да, а то как-то из бананов это несерьезно. На самом деле на Земле очень много залежей природного газа. Есть одна теория, называется биогенная. Так вот, по ней остатки некогда живых организмов за миллионы лет под воздействием температуры и давления разложились и превратились в углеводородные полезные ископаемые, в том числе и природный газ. Ничего себе! То есть залежи газа – это еще и останки древних динозавров? Можно сказать и так. А чтобы добыть их, иногда приходится бурить скважины глубиной до 8 километров. Ты представляешь? А как понять, где бурить? Это один из самых сложных вопросов. Существует много способов понять, есть ли на глубине газ. Гавитационная разведка, сейсмическая, магнитная, даже геохимическая. Однако единственный способ достоверно выяснить, содержится ли в ловушке промышленное количество газа – пробурить скважину. В среднем только каждый третий разбуренный объект оказывается месторождением. Ну, благо у нас в стране такое случается нечасто. Искать и находить мы научились прекрасно. У России самые большие запасы газа на планете. Так что нам не приходится добывать газ из кожуры банана или картофеля. Наконец-то! Приятного аппетита! Любите науку точно так же, как мы с Василисой любим чай с кремовыми тортиками. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok